Спустя полвека в Якутии дали старт Дням Литературы и Искусств Кыргызской Республики. Впервые такая встреча двух народов проходила летом 1966 года. Нынешнюю встречу приурочили к 120-летию со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля Максима Кировича Амосова. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Дни Литературы и Искусств Кыргызстана в Якутии возродились спустя полвека и станут в будущем доброй традицией. Об этом неоднократно сказано сегодня на многочисленных встречах членами делегации Кыргызской Республики. Визит в Якутию почетные гости вместе с руководством республики начали с данием уважения Максиму Кировичу Амосову, который является одним из основателей государственности Якутии и Кыргызстана. Он работал совсем недолго, меньше года, но тем не менее остался в истории нашей страны, как один из тех, кто возглавил новое Кыргызское государство. И поэтому в современном Кыргызстане уважение и почет, который имеет эта личность, а через него и огромные теплые чувства к народу Якутии, они продолжают сохраняться и передаются из поколения в поколение. Также сегодня в рамках Дней Литературы и Искусств Кыргызской Республики в Якутии кинематографисты двух республик подписали соглашение о сотрудничестве. Трехстороннее соглашение подразумевает план совместных работ, в том числе экранизацию произведения Чингиза Айтматова «Желанный голубой берег мой». Стоит добавить, что в составе делегации прибыл сын Чингиза Айтматова, Оскар Айтматов. Он принял участие в презентации сборника «Белый дождь», куда вошли переведенные на якутский язык произведения Чингиза Айтматова. Я хотел бы передать глубокую признательность всем жителям Якутии за то, что они помнят, знают, читают, любят Чингиза Айтматова. Помимо всего, в Национальном художественном музее открылась выставка под названием «Изобразительное искусство Кыргызстана». Основные мотивы выставки – образы современников, природа Кыргызстана, этномотивы и сюжеты из жизни простого народа. Увидеть работы кыргызских художников можно до 2 июля. Отметим, что Дни литературы и искусства Кыргызской республики проходят одновременно и в Москве. Ну а работа делегаций в Якутии на этом не заканчивается. Завтра они направятся в Намский район, где значимым событием станет открытие памятника Максиму Кировичу Амосову и посещение национального праздника СЭХ. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Максим Ростовцев, Владимир Таюрский, НВК САХ, Якутск.